Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Антикризисные меры, как снижение ставки по ипотеке, повлияет на алтайский рынок жилья. Перекопы и техника. Куда исчезла воркаут-площадка в парке спорта? Ездит на велосипеде и следит за новостями в свои 95, что помогает сохранить молодость и оптимизм ветеранам Великой Отечественной войны. В Алтайском крае выплатят по 500 тысяч рублей военным, которые получили ранения в ходе спецоперации на территории Украины. Средства будут выделены из краевого бюджета. Об этом сообщили в правительстве региона. Ранее губернатор Виктор Томенко принял решение об оказании материальной помощи семьям погибших военнослужащих в ходе спецоперации. Размер выплаты – 1 миллион рублей. Также по-прежнему материальная помощь семьям погибших и раненых предусмотрена и на федеральном уровне. Продолжим. С мая в стране, в том числе и в нашем регионе, начали действовать новые ставки по льготной ипотеке. Получить кредит на квартиру можно не под 12, а под 9% годовых. Как это повлияет на алтайский рынок жилья и какие еще антикризисные меры, по мнению алтайских застройщиков, нужно срочно принимать на уровне федерации? Об этом расскажет Елена Макаренко. Александр – один из тех, кто искренне обрадовался снижению ставок по льготной ипотеке. Снижение всего на 3% пункта с 12 до 9 как спасательный круг для семьи. Семей, которые были вынуждены отложить покупку квартиры после экстренного повышения ставки Центробанком. Но большинство потенциальных покупателей, говорят эксперты рынка недвижимости, пока в состоянии наблюдения. Они уже не паникуют и не суетятся, но еще присматриваются и прицениваются. Вопрос в другом, что за это время поднялась стоимость квадратного метра, стоимость самого жилья. И тогда получается, что человек должен взять большую сумму кредита, чтобы выкупить эту квартиру. И, соответственно, от большей суммы кредита и платеж нагрузка на семью становится, конечно же, выше. При этом снижение ставки по ипотеке, признают специалисты, послужит драйвером для рынка новостроек. Но в то же время эксперты подчеркивают, сегодня в поддержке нуждаются не только заемщики, но и девелоперы. Последние просят пересмотреть программу проектного финансирования. Они настаивают на частичном раскрытии эскроу-счетов. Застройщики о чем говорят? О том, что, допустим, сегодня они выставили новый ЖК. Допустим, потребность у клиентов есть, и они покупают этот новый ЖК и наполняют эскроу-счета в 2022 году, допустим, в мае месяце. Дом строится в среднем полтора-два года. И через полтора-два года застройщик приступает, скажем, к раскрытию эскроу-счетов. А что будет с этим рублевыми деньгами на тот момент, застройщик не знает. Частичное раскрытие эскроу-счетов, считают застройщики, станет хорошей антикризисной мерой в условиях санкций. Иначе деньги, которые придут после завершения объектов, обесценятся. А с учетом роста цен на стройматериалы, новые проекты придется приостановить и смириться с тем, что строительная отрасль больше не локомотив, а скорее тормоз экономики. Елена Макаренко, Алексей Фризин, Вадим Быстревский. День с толком. Горячую воду дали, но перекопали часть деревни. Жители скандального села Санниково, где пару лет назад одна из жительниц бросилась в ноги к Дмитрию Медведеву с просьбой о горячей воде, теперь боятся за жизнь своих детей. В селе отремонтировали горячее водоснабжение в ущерб дорожному полотну. Почему так произошло и будут ли коммунальные службы убирать за собой, выясняла Валентина Аскерова. Кажется, что это завалено сейчас, но на самом деле там дырка под завалом. Весна. Впору любоваться цветущими деревьями. Но жителям Санниково любоваться можно разве что развалинами. В прошлом году в селе провели капремонт горячего водоснабжения. Вот только наводить марафет после работ не стали. На детской площадке, посмотрите, все изрыто. Там также у нас колодцы идут, трасса идет центральная. И эти все колодцы также обваливаются, обваливаются. Там это вот зрительно кажется. А если какой-то ребенок нечаянно наступит около колодца, то есть это он махом провалится. Детская площадка – та самая показательная, которую демонстрировали несколько лет назад Дмитрию Медведеву. Сегодня выглядит как после бомбежки. Ее тоже раскурочили в угоду горячей воде, о которой на коленях просила у Медведева местная жительница. В результате одни моются с комфортом, другие уворачиваются от глубоких ям. Администрация нашего Санниковского сельсовета Елена Геннадьевна сказала, что те работники, которые делали всю эту работу, они не заложили восстановительные работы в смету. Должны приехать яму закопать, а по восстановлению дорожного полотна, это мы уже тоже обращение написали в администрацию Пермайского района, чтобы подрядчик восстановил дорожное полотно. А яму закопают когда? Должны вообще, уже должны были на этой неделе закопать. Я думаю, до праздников однозначно закопают. На данный момент мы сами, жители, огородили эту территорию, чтобы, во-первых, это все подсохло, не образовывалось провалов. Перекопанные дворы, причем раскопки, находятся в непосредственной близости от детского сада. Родители малышей боятся отпускать своих детей на улицу и просят властей скорее навести в селе порядок. Отвернуться можно на долю секунды. Он упал, и что? И кто потом будет за это отвечать? Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. В Яровом планируют модернизировать сразу все три котла проблемной ТЭЦ и обновить городские теплосети. При этом отключение горячей воды в разгар турсезона намерены свести к минимуму. Об этом заявили участники большого совещания, посвященного подготовке к предстоящему отопительному сезону в городе-курорте. До проблемного Ярового, похоже, наконец дошли руки и деньги. В этом году там должны провести рекордный объем ремонтных работ на теплосетях. Обновить 16 участков общей протяженностью в 2 километра. Правда, планы пока предварительные. 17 мая проведут опрессовку магистралей. Она и выявит новые проблемные участки. Уже этим летом должны модернизировать сразу три котла на местной ТЭЦ. Участники совещания решили, что ремонтировать их будут по очереди, чтобы в разгар турсезона горячую воду отключать поквартально, а не сразу во всем городе. Это была бы большая проблема и было бы социальное напряжение в городе. А приняв такое компромиссное решение, я думаю, что это самый лучший выход – проводить ремонт с сохранением подачи горячей воды для населения города. Контракты на проведение ремонта котлов, поставку оборудования и комплектующих решено заключать без проведения торгов. Сложность в том, что за короткий промежуток времени нужно выполнить очень большой объем работы. И этот очень большой объем работы, он специфический. Тут надо специалистов очень узкой направленности и знающих свое дело, чтобы они смогли оперативно и вовремя выполнить эту работу. Обсудили и закупку угля. Задача – на всю зиму приобрести его разом, то есть провести аукцион одним лотом. Уже оформлена заявка и подсчитан необходимый объем – 72 тысячи тонн. Известно также, что от пяти поставщиков уже поступили предложения. Подготовлены технические задания, была проведена достаточно большая работа. Отыскали все проектные характеристики углей, которые топятся на этих котлах. А надо сказать, что, учитывая, что станция передавалась и когда-то акционировалась, много из технической документации было утеряно. Все эти необходимые документы были восстановлены. Что касается теплоснабжения города в целом, к 23 мая подрядчик должен представить перспективную схему развития сферы. Предварительно подрядчик склоняется к тому, что все-таки это будет водогрейная котельная, потому что она и экономически эффективнее, и технологически попроще. И в этой котельной будет предусмотрена возможность перевода котлов в будущем на газ в привязке к большой программе газификации Алтайского края «Газпрома», в соответствии с которой до Славгорода до Ярового будет проведена газовая магистраль. Осталось надеяться, что амбициозные планы реализуют в срок, и жители Ярового забудут о том, как мерзнуть каждую зиму. В Барнаульском парке спорта имени Алексея Смертина пропала воркаут-площадка. На протяжении нескольких лет спортивная зона пользовалась популярностью среди жителей города, поэтому сейчас многих волнует судьба площадки. Кто убрал все турники и что об этом думают спортсмены, смотрите далее. Вместо воркаут-площадки – техника и перекопы. Еще пару недель назад в парке спорта была зона с турниками, брусьями и шведской стенкой. Недавно Григорий и его друзья обнаружили такую картину. По словам парня, это была лучшая специализированная воркаут-площадка в городе. Здесь занимались и спортсмены, и любители. Теперь, говорит Григорий, и заниматься-то больше негде. Есть советские площадки, у нас их не так много. И есть также во дворах. Сейчас начали строиться в новых районах турники, но, опять же, в них есть такой минус в том, что люди как будто их ставят для галочки. Не для того, чтобы на них занимались. Потому что, ну, я вот смотрел и приходил на некоторые площадки, все поставлено очень криво, где-то вообще, ну, как будто вот прям на отвали ставили. Кто и зачем демонтировал площадку? На этот вопрос нам ответили в дирекции парка спорта. Управляющий парком заверил, переживать за судьбу воркаут-зоны не стоит. На территории парка сейчас проводят капитальный ремонт тепловых сетей. Из-за этого площадку на время пришлось демонтировать. Площадка оказалась рядом с ремонтными работами, поэтому площадку мы демонтировали. Надеемся, что в ближайший месяц мы ее обратно вернем, и снова все смогут заниматься спортом. Понимаем, люди ходят, обращаются, мы объявления писали в соцсетях. Ну, к сожалению, ни от нас зависит. А пока парни продолжают мечтать о современных площадках в городе и с нетерпением ждут, когда хотя бы вернется воркаут-зона в парке спорта. Кстати, ее обещают вернуть на прежнее место и, возможно, уже в июне. Вообще, я считаю, что в каждом дворе должна быть хотя бы какое-то минимальное оборудование, чтобы люди, как минимум, проходя мимо, видя, что там кто-то занимается, они могли тоже начать как-то в это вливаться. Мы продолжаем рассказывать вам о ветеранах Великой Отечественной. В Барнауле их осталось 66 человек. Один из них каждый день ездит на велосипеде, следит за новостями и поддерживает участников Великой Отечественной. И ему 95. Накануне Дня Победы мы побывали в гостях у Петра Бабкова, который вернулся с фронта в 1951 году. О его пути и его повседневных занятиях расскажем далее. Правила жизни Петра Бабкова – идет война, нужно на фронт. Он ждал 17 лет, чтобы его призвали, и в 44-м попал на Дальний Восток. Там впервые увидел смертников – бойцов Квантунской армии. Нападали народы даже спящие, даже вырезали целые узвода. Не забудет Петр Яковлевич и бой в городе Мурин. Четыре часа они стояли на месте. Из-за сопки четко стреляли по нашим танкам. Пока Бабков не узнал о японском корректировщике рядом с советскими войсками. Когда мы первый выстрел сделали, то получился перелет. Мы корректировщика не уничтожили. Я даю команду меньше, на 100 метров, 900. Недолет получился. А третьим снарядом мы точно попали прямо в корректировщика. И мы пошли, взяли в эту высоту и пошли дальше наступать. Так фронтовик получил боевой орден. А всех медалей столько, что тяжелый парадный пиджак надевает на выход. Кстати, сегодня Петр Яковлевич вручает знак от Минобороны другому участнику войны. Много лет Бабков – активист ветеранского движения. В школах дает уроки мужества. И говорит один из самых популярных вопросов к нему – следующий. А сколько лет? Я говорю, скажите вы. И вот те, которые мне меньше дают, я благодарю, молодец. А те, которые больше дают, выглядят в классах. Вот так, что ты можешь, я тебе могу из квартиры. Либо съемка прекратится, либо продолжится. Вы очень бодро выглядите. Правда? Да. Дорогая моя, мне 95. И расписание у него плотное. На днях поздравлял чемпиона России по кикбоксингу. А мне вот этот как сурвейнер дали. Он абсолютно похож на большой. Спортом я не занимался, но я никогда. Я всегда физиарядку делаю. Поехали! И летом, и зимой Петр Яковлевич час ездит на велосипеде на балконе. Здесь же хранит лимоны. Еще один секрет молодости. Их он выжимает в тыквенные семечки, добавляет мед. Стакан доливаю минералки. И вот это каждое утро до завтрака выпиваю. Вот поэтому я такой здоровый. И все же есть момент, который со времен войны огорчает Петра Яковлевича. Земляк с родинского района, покровка есть, деревня такая. Он у меня в расчете был. И его убило. Мы пошли дальше. Я даже не знаю, куда его увезли, где похоронили. Я мог бы к родителям поехать в покровку и рассказать. Вот это я сделал упущение. А еще Бабковы печалят, что из-за пандемии в прошлые годы масштаб Дня Победы сузился. Поэтому приближающийся праздник ждет с нетерпением. А после вернется к своему распорядку – спорту, чтению новостей и общению с семьей. Только правнуков у него семь. Анастасия Драган, Андрей Печоркин. День с толком. Приемник, о котором в советское время многие могли лишь мечтать, стал экспонатом выставки. Такой подарок решили сделать барнаульцам ко дню радио два городских музея – «Город» и «Мир времени», а также компания «Ростелеком». Выставка проходит при поддержке Министерства цифрового развития Алтайского края. А радио прошлого и эволюции его развития в сюжете София Яценко. Ретро-телефоны, транзисторные и ламповые радиоприемники – всего около 60 экспонатов. Размещены они в фойе музея «Город» на Льва Толстого. Радиотехнику на выставку предоставил Барнаульский музей «Мир времени», часть экспонатов из коллекции его сотрудника – радиолюбителя Александра Даниленко. Некоторые раритетные предметы когда-то хранились в музее связи Алтайского филиала «Ростелекома». Самый старый приемник на выставке – конца 50-х годов. Приемник «Спидола» – это наш первый всеволновый приемник, который прекраснейший. Все мечтали, как сейчас молодежь мечтает о дорогих гаджетах, тогда и мечтали об этом. Приемник первый. Может, вы видели фильм? «Три плюс два» был с Мироном. Участвовал в этом фильме приемник. Это наш первый транзисторный, один из первых, так точнее, транзисторный приемник. Выставку организовали специально ко дню радио, который представители отрасли телекоммуникации и связи отмечают 7 мая. Теперь каждый посетитель музея сможет увидеть своими глазами эволюцию развития радиотехники, телефонии и других средств обмена информацией. У нас есть достаточное количество радиолюбителей, тех людей, которые болеют душой за наше направление деятельности. И, конечно же, каждый может привезти сюда внука, сына, чтобы показать, как развивалась связь, какой из этих устройств находился дома, а может быть и до сих пор находится где-нибудь в каком-нибудь ящике. И какие передачи и какие эмоции, в принципе, несла нам связь. Выставка продлится до 10 мая. Посмотреть и даже потрогать ретро-радиотехнику можно абсолютно бесплатно. Елена Кузовкина, София Яценко, Вадим Быстревский. День с толком. Создать наряд на любой случай можно из того, что есть под руками, уверены юные дизайнеры края. И в этом они посоперничают с гостями из Новосибирска и Кемеровской области уже завтра на фестивале «Мода и время». Кстати, его победители смогут стать участниками престижного всероссийского конкурса WorldSkills Russia. Как идет подготовка, узнавали наши коллеги. Модницам на заметку. Вот так при помощи термостойкой бумаги можно обновить уже поднадоевшее однотонное платье. Но парнаульские школьницы пошли дальше. Сами разрабатывают дизайн одежды и сами же ее шьют. Однако раскрывать все карты пока не торопится. Фестиваль «Мода и время», на котором они представят сразу шесть коллекции одежды, состоится уже завтра. Там и будут удивлять. Мы пытались изобразить картины с помощью прикладных материалов, ниток, трикотажных ниток, ниток мулине. Также наши платья. Мы их делали не просто шили, а мы их плели сами из тонких ниток и крепали такими же клепками, как на вот этих костюмах. На другой коллекции юные модельеры изобразили четыре модных столицы, точнее их визитные карточки. Например, Римский колизей или Бруклинский мост Нью-Йорка. Свои работы ученицы покажут на дефиле. Подготовка к нему идет полным ходом. Три мая. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Вверх, точку. Это силикон. Он скреплен холитенами. Их, то есть, нацепляешь, потом нужно будет пробить, чтобы они держались. А вот эта красная ткань, получается, это ткань используется для палаток, ну, чтобы сделать вкладки. Форму. Да, форму, чтобы хорошо держать. За звание победителя молодые дизайнеры от 7 до 18 лет поборются с коллегами из соседнего Новосибирска и Кемеровской области. Планируется всего около 400 участников. К слову, фестиваль «Мода и время» в Барнауле пройдет уже в 28-й раз. Мода, она изменчива. Мода меняется. Все не стоит на месте, технологии не стоят на месте. Когда-то мы не думали, что появятся 3D-принтеры, когда-то мы не думали, что у нас будет, можно напечатать просто тот принт ткани, который ты можешь разработать сам и создать, и создать потом модели одежды. Сейчас это все возможно. Поэтому мода и время. Жюри конкурса возглавит именитый модельер из Москвы Любовь Москаленко. Победа для участника станет шансом заявить о себе как молодом профессионале на всероссийском конкурсе WorldSkills. Анна Рашегирова, Алексей Фризин. День с толком. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке и в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи в эфире и хороших вам выходных! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!